альгамбра достаточно известная и я помню еще когда я только-только начинала учиться в магазинах кроме альгамбра вот такого хорошего уровня особо-то и ничего не было вот но были какие-то супер дорогие которые я не могла себе позволить вот но были альгамбры и многие ребята с которыми я училась играли именно на альгамбрах у меня сейчас есть ученик константин вот я уверена что костя будет смотреть я же могу передать привет и у него отличная гитара альгамбра причем это очень такой удачный вариант и он играет без ногтей но при всем при этом все очень здорово звучит вот но я уверена что у костя хорошие уши мои шутки это альгамбра сразу отличается тембром более ярким тембром и громкостью относительно удобства вообще никаких вопросов и верха уже более такие солидные за это гитару очень хорошо подойдет если вы любите допустим симфонировать себе или сыграть какие-нибудь мелодии один минор играет все время вы заметили вот все время хочется что-то такое сыграть или есть например меня все время упрекают в том что когда-то я играла с менструнной гитаре вот когда-то я играла и все было очень здорово и хорошо но потом в общем так ситуация сложилась я начала играть в основном на шести и после одной такой фразы сказано мне на конкурсе ира ты бы лучше на шести научилась играть а потом на семи и мне там что-то в голове повернулся я думаю все буду играть только на шести а на самом деле сейчас так складывается что вот очень много людей говорит о том что вот семиструнная гитара ее там ущемляют и все прочее вот ира играю на семиструнке и я даже видел какие-то комментарии кто-то писал привет мы тебя помним по семиструнной гитаре значит был такой я 16 лет в таком огромном платье значит сижу и играю какие-то романсы но хорошая музыка красивая музыка гитаре на мой взгляд сейчас вообще никак не отличаются то есть если у меня была гитара которая была бы семью струнами и можно было бы там допустим туда-сюда крутить то это было бы здорово но есть масса разных мнений поэтому я даже не берусь спорить иначе меня сейчас закидают сразу помидорами семи струнники вот но я люблю все-таки русскую музыку и обычно как бывает берешь мелодию и к ней добавляешь гармонии любимый ля-минор шести струнка ля-минор вот сразу а на 7 я кстати не помню это переложение в романс не брони меня родная вот и переложил ее не помню кто помню редакцию акции приложил не помню ну да простите меня в этом загуглите в общем все как обычно и потом вот на этой гитаре очень здорово можно вытащить тэмбор и всегда обращайте внимание на гармонии как сделать так чтобы ваша гитара максимально звучало то есть можно сыграть вот так аккорд да вот рэ соль диа си пожалуйста хорошо звучит абсолютно нормально но вот если сыграть и все потому что если сыграть задержание вот это разрешение аккорда она сама собой придет потому что вы настроены так потому что у вас есть в голове масса шаблонов и опять послушали аккорда мелодия закончилась не помню и послушали да фа соля все время всем ученикам допустим если испанская музыка или что-то еще но такие моменты да я вроде про гитару должна рассказывать в общем про музыку рассказываю когда вы играете испанскую музыку например или вот чистую классику то обязательно нужно сыграть вот гомообразные такие ходы когда нотки идут просто одна за одной лучше сыграть так чтобы они не перекрещивались иначе будут вот такие какие диссонансы звучат но в то же самое время если вы берете стандартный аккорд например соль мажор да короче это все знают если вы берете аккорд g7 на появляться вот это самое с этим и которая тут же меняет аккорд уже сразу а если вы берете эту же ноту другом месте то опять же аккорд звучит совсем по-другому вроде бы диссонанс отдельно взять и вот так сыграть будет вообще так что по ушам совсем было а здесь такого нет и это решили а ну правильно до мажор и все ну вот смотрите да я говорю по идее да говорю про гитару что нужно сыграя какой какой инструмент замечательно все хорошо но обратите внимание как много нюансов как но уже нужно услышать чтобы гитара действительно начала с тобой как-то коммуницировать а вот играешь один звук и это должно быть вот как прикосновение к какому-то другому человеку ты если идешь где-то в метро ну я говорю про метро потому что все время там перемещаюсь да вот эти вот люди которые просто вот потому что надо они толкнут тебя плечом и пойдут дальше еще могут повернуться так на тебя посмотреть что ты не он тебе вот но бывает такое что ты берешь человека за руку и сразу понимаешь что вот энергетически это твой человек вот и никак иначе вот это твой человек здесь должно быть то же самое ты берешь гитару ты играешь один звук и я понимаю что это твоя гитара может быть таких гитар которые твои их в магазине очень много но если их много значит твои уши настроены практически на все что вообще здесь есть я очень надеюсь что сейчас вот в этом смотрите на кто-то конечно смеется но кто-то смеется да кто-то очень серьезно воспринимает и я очень надеюсь все таки что вот вот сейчас вы там возьмете своей гитарой или вдруг решили что вам нужно взять гитару и придете в магазин то возьмите инструмент и пусть даже вы играете три аккорда там а-м-д-м-е-а-м но сыграйте эти три аккорды так чтобы внутри каждого человека который вокруг вас находится подумал да вот красиво звучит вот одно надо добавьте еще больше и можно послушать да хорошо это называется такая музыкальная лапша вот но тем не менее вот один момент да в этой позиции и тут же поменяется другой и в то же самое время правая рука раз уходит сюда и уходит сюда все вот эти комбинации 4 до комбинации вот можно можно как-то вот менять их туда-сюда и у вас будет совсем разный звук и прежде чем как вы говорите гитара отстой надо взять ту которая стоит 200 тысяч вот и тогда вы сразу начнете на ней хорошо град ну не будет такого но не будет просто вот тут же вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И флажолет есть. Вот нюансы такого плана, что это относится именно к вам. Умеете вы играть в флажолет, например, или это просто гитара не звучит? Нужно поискать. Нормально звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да вот сейчас я слышу сама, слышу, что мои ногти в этом моменте, может быть, слишком явные. Может быть, я играю сама не так. Но чувствую, что вот эта гитара, например, не выдерживает того напора, который я пытаюсь на нее возложить, с этого ожидания от инструмента. Но, опять же, я уже немножечко дальше. Поэтому, смотрите, какой-то такой итоговый момент. Тембр отличный. Вот с тембром никаких вопросов. Хотите играть и так, хотите играть и так. Альгамеры, они всегда вот этим отличались, что это такие хорошие инструменты. Очень удобно играть. Пожалуйста. Играть можно все, что угодно, все, что относится к классической такой гитаре. Хотите вы играть фламенко? Ну, я думаю, что нужен инструмент просто пожестче, потому что это чисто такая классическая гитара. Хотите вы играть просто аккомпанемент, может быть, чуть развернутый, чем просто аккорды, для каких-то романсов и чего-то подобного? Пожалуйста, замечательно, играйте. Но всегда, что бы вы ни пытались сделать, дети вы, взрослые или, не знаю, студенты, такой промежуточный период, всегда помните о том, что вам нужно слушать. Вот максимально, насколько возможно. Слушайте сами себя. Анализируйте каждый раз, что у вас со звуком происходит. Не пеняйте на инструмент. Всегда очень легко сказать, что это инструмент дрова. Я начинала, и масса других людей начинали с каких-то вот прям совсем деревях. Там переделанные ленинградки и все прочее. Это вы уже все знаете. Но, тем не менее, вам нужно найти вот этот самый звук, в котором вы будете абсолютно уверены, что на любую гитару ты его перенесешь, и на любой гитаре будет все звучать. Четырьмя пальцами вы играете аккорд, и каждый звук вот равноценен всем между собой. Бас есть, середина есть, верхушка есть. И все они тембрально одинаковые. Есть такие мнения разные, что вот эта постановка классическая не дает, допустим, поработать с тембром. Но это неправда. Вы можете один буквально палец повернуть. Да, вы можете сыграть на опаянду. То есть с опорой. Раз, сыграли. И все. И у вас поменяется звук. Но я больше за такую однородность. Все зависит от ваших ушей. Приходите, берите инструмент, играйте. Если вы уже на каком-то таком высоком уровне, то... Ну, если вы на высоком уровне, то вы не будете искать себе гамбру. То есть вы будете стараться искать какой-то, может быть, мастеровой инструмент, может быть, поедете куда-нибудь на выставку в Европу или что-то еще будете смотреть. К сожалению, вот у нас как-то, наверное, один единственный магазин, так мне приходит в голову, в котором есть такие гитары, в которых... там, я не знаю, миллион, грубо говоря, на гитару. Сейчас все смотрят и думают, боже мой, кто вообще отдает столько денег на гитару? Когда я ученику своему сказала, когда у меня первый такой инструмент появился, там он стоил где-то 1150, вот ученику сказала, вот купила, она мне сказала, сколько, сказала, так это же можно такую машинку неподдержанную взять, в общем. А ему сколько там было? 18 лет. Он как раз самой мечты о том, чтобы подержанную машинку взять. Вот. И у меня все квартиры, говорят, это бы лучше машину купила. А я не могу. Но не могу, потому что вот такой инструмент. Потому что вот мне хочется, чтобы любая моя мысль отзывалась. И вот в этом весь смысл. Вы берете инструмент, играете на нем, и чтобы любая ваша мысль, которую вы пытаетесь передать, чтобы она отзывалась в инструменте, и чтобы вы нашли какой-то общий контакт. Я тут недавно общалась с ребятами, студентами из областного музыкального колледжа. Я не буду называть имен, но это не важно. И ребята называют свои гитары женскими именами. Вот это Лерочка, а предыдущая была Настенька. Ну, интересно, да? Но само отношение к инструменту не как в деревяке, на которой там, не знаю, струны натянуты, да? А вот чисто человеческое, что за ней нужно ухаживать, за ней нужно следить, чтобы все зимой она там не страдала, чтобы у вас были обязательно увлажнители, которые нужно засовывать в гитару, под гриф, чтобы сам футляр держал все. То есть как бы, да, вы хотите научиться играть, и это здорово, если вы уже научились там зажимать что-то. Но если вы идете дальше, то и ответственность как бы на вас немножечко другая совсем. Ваше отношение к инструменту тоже не просто, как к такому рабочему моменту, а к тому, чтобы вы могли максимум вытащить. А как вы будете ходить с хорошим настроением и излучать добро, если вы, допустим, утром не поели? Вот я, например, не могу. Вот, правда, не могу. Вот я сегодня поела, и сегодня улыбаюсь хорошо. Вот, но тем не менее, да, то же самое с гитарой. Вы кладете ее в футляр, и все хорошо. Увлажнитель есть, здесь все есть. Но инструмент взяли, струны новые, да, то есть, ну, не всегда новые, понятное дело, когда они изнашиваются, поменяйте струны, дайте инструменту работать в полную силу. Чем чаще, чем больше вы будете на нем играть, тем лучше с каждым разом он будет становиться. Тем больше вы сможете вытащить и показать вот на свое собственное я. Вот я играю на инструменте, и все хорошо, все здорово, все замечательно. Ну, и я считаю, что вот эта альгамбра очень достойная. Очень достойная. При условии, что вы будете с ней работать. Не будете с ней работать, она превратится в обычную засушенную деревяку. Можно в дрова куда-нибудь ее. Вот, но нужно работать. То есть, опять же, ученики должны находиться под руководством педагога, который будет их все время направлять и тоже работать с этой гитарой. Взрослые должны полагаться на себя и на вот это вот чувство саморазвития, что каждый раз ты чуть-чуть лучше. Поэтому, ну, как бы, здесь нет такого, что вот это конкретно тебе, это конкретно тебе, это тебе подходит. Нет. Берешь инструмент, пробуешь, играешь и смотришь. Все как обычно. Тут как бы даже вот так вот рассказывать, придумывать что-то сверх, ну, невозможно. Но помните всегда, что вы берете инструмент и вы должны сами работать для того, чтобы инструмент работал. И никогда не судите так, что вот, ага, у этой ценник такой, это такой, это такой, значит, это априори будет лучше. Ну, вполне возможно, что да, а вполне возможно, что и нет. Что бывает, что можно найти что-то другое. Поэтому подумайте и поиграйте. Ну, вы можете играть на этой гитаре. Все что угодно. И вот как только вы в полной мере вот осознаете вот эту альгамбру, вот только после этого вы можете по достоинству оценить, что происходит в другом совсем ценовом каком-то диапазоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok